По ведению депутат Шувалова. Уважаемый Алексей Валерьевич, в каком нормативно-правовом акте прописан вот тот порядок, который вы сейчас нам навязываете? В том, который мы с вами проголосовали в начале заседания наших комиссий. В начале заседания многие еще не подошли. Вот я, например, не слышала, когда вы это голосовали. И давайте сейчас спросим, кто голосовал за такой порядок, который вы сейчас нам навязываете? Уважаемая Елена Антольевна, если кто-то что-то не слышит, это не проблема других депутатов. Так что мы переголосовывать не будем, будем двигаться по тому регламенту, который мы приняли в начале заседания комиссий. Уважаемый Алексей Валерьевич, это не законный порядок, он не укладывается в рамки законно-регламента и нормативно-правовых актов. Он не укладывается. Вы нам навязываете порядок, который незаконен. Елена Анатольевна, пожалуйста, не мешайте вести комиссию. Елена Анатольевна, у вас есть ли вопрос в разрезе социальной поддержки жителей города Москвы? Да. Пожалуйста. Уважаемая Елена Юрьевна, вы очень много, почти весь доклад посвятили теме «Подайте Христа ради». Сколько мы выделяем инвалидам, сколько мы выделяем туда, сколько мы выделяем сюда. Но мне хотелось бы сравнить суммы, которые вы озвучивали, с той суммой, которая запланирована на три года и на следующий год, 2020, расходов на правительство города Москвы и на мэрию сумму, чтобы сравнить ее с теми социальными выплатами, которые вы нам сейчас рассказывали. Спасибо. К сожалению, вопрос не относится к государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы». Вот, например, сегодня нам представитель Диптранса говорил о том, что первоочередное внимание уделяется развитию подземного метро. Ну вот сразу видно, что вы-то на метро не ездите как раз, поскольку вы сказали, что там нет коллапсов. Ну вот в 7.30 утра на любую окраинную ветку спуститесь в метро, и что вы там увидите? Вы увидите там давку, там про какое-то человеческое достоинство, какие-то, понимаете, комфорт, там об этом речи даже нет, там просто давка каждый день. Люди душат друг друга, вынужденно, вынужденно душат, понимаете? Я потрясен уровнем неуважения, с которым отдельные депутаты ввели то, что надо называть дискуссией. Уровнем неуважения к главному докладчику Елене Юрьевне, к ее команде, которая здесь присутствует, и к нашему председателю. Если вы знаете, то в регламенте написано, что мы не должны давать оценки друг другу. А здесь были сплошные, нелицеприятные, грязные, омерзительные, скандальные интонации, похожие на рынок не лучшего качества. Я потрясен, повторяю этим. Что мы показали нашим гостям? Они пахали дни и ночи над этим бюджетом, выдали нам результат, который действительно, извините, можно определить только двумя словами, социально ориентированный, и слава Богу, и в результате получили просто пощечину. Я бы нашел, Александр Григорьевич, в регламенте, внес какую-то норму, наказание за такого рода поведение. Недостойное звание депутата. Николай Николаевич, вы негодяй. Заканчивайте, коллега Шереметьев. Вы ведете себя по-хамски все заседания. Ничего, Николай Николаевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok